Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здравствуйте! Вы являетесь руководителем, да? Да. Я была у вас в вашем руку. Это Камнева Ирина Сергеевна, да, Ирина Сергеевна? Да, Ирина Сергеевна, да? Скажите, пожалуйста, почему мне второй раз отказывают в получении страховой пенсии 6%? Нормативный акт назовите, пожалуйста. Нормативный акт назовите, пожалуйста. Мы сейчас все фиксируем на видеокамеру. Нормативный акт. Все документы заполняются только... Нормативный акт назовите, пожалуйста, который вы... Ваши действия подпадают под геноцид. Мои действия тоже только можно ограничить федеральным законом. Назовите федеральный закон, по которому вы не выдаёте мне страховую пенсию 6%. Назовите, пожалуйста. Мы вам не отказываем, вы... Вы отказываете. Нет, мы возьмите. Мы вам можем дать ручку пеневого цвета. Каким нормативным законом вы мои действия ограничиваете? Назовите. А почему вы заполняете? Назовите. Девушка, вы владеете русским языком? Или вам переводчика может позвать? Нет, не могу. Ну тогда объясните, вас спрашивают, задают вам конкретный вопрос. Нормативный акт назовите. Я вам сейчас не могу сказать. Вы не можете. Хорошо, выдайте мне 6% от страховой суммы. Мы сейчас все фиксируем. Второй или нулевой? Депутатская 11-я, квартира 81. Знаете, хотелки нам ваши неинтересны. Мы вам пришли и говорим, может быть, мы не правы, и назовите нормативный акт. Депутатская 11-я, квартира 81. Закон. Должен быть закон. Я регулирую свои действия только закону. Второй раз мне не даете? На первую жалобу вы ответ не дали. 30 дней прошло. Я получаю только на почте. У почтальона никогда не получают. Да, постоянно так везде делают на почте. Нигде, кроме вашей, вот таких вот хотелок нигде не указывают. Не с той ноги встали, что ли? Со школы указано, что пишут, что все. Мне не важно, что указано. Где указано, покажите. Где это указано-то? Должен быть нормативный акт. Закон. Представьте, пожалуйста, закон. Я руководствуюсь только законом. В январе не выдали, в феврале опять не выдаете. Ваши действия попадают под геноцид. Завтра палатку сюда привезем и будем тут жить. Оставление человека без средств существования. Мы под геноцид будем. Да их надо это, а то они сидят. Хотелки у них тут. Так вы и подпись не ставите, в случае? Нет. А что, это вам не подпись? Я не обязана вам объяснять. Я вам не обязана объяснять. Это что, у вас отпечаток пальца? Вот, идентифицировать можно. Мочта подчиняется Всемирному почтовому союзу, международному праву. По международному праву это допускается. Где у нас? Книги обращений? Книги жалоб. Месяц назад. Посмотрите. Нельзя, говорят, а ничего не могут сказать. Где это написано, что нельзя. Но это вообще. Да и почты такой нет. Ну что, преступники, блин. Мы находимся, город Волгоград. Континент. У нас сегодня 16 февраля. Че вы ищете, Ненаван? Нет. Континент. Ой, молодой человек, вы лучше туда, наверное, надолго. Я вот не сюда и не сюда, я уже понял, что у вас надолго. Извините. Да, мы отставаем свои права. Пожалуйста. А вы что, смотрите, ответ прислали. Прислали, Горгадмин. Ответ я не получала. Ответ я просила заказным письмом в письменном виде по месту проживания, так как будет подаваться в международный суд по правам человека. Время 15 часов 14 минут. 16 февраля 2022 года. Продолжение следует. Запись мы ведем без перерыва. Запись перерыва не имеет. Продолжение следует. Продолжение следует. Зависли там Анинин и Ивановна. Здравствуйте. Давайте у них документы запросим. Да, ну я запрошу. Какие-то хотелки. Так, говорят, хочу. В Едином государственном реестре Российской Федерации находится только одна почтовая организация. Она имеет название АО «Почта России». Находится она в городе Москве. Шоссе Варшавская, 37. Возглавляет эту организацию Акимов Максим Александрович, генеральный директор. В этой выписке находится только одно обособленное подразделение, которое находится в городе Волгограде, улица Мира, 9. Ни одного почтового отделения ни Волгограда, ни Волгоградской области там нет. Они отсутствуют. Также АО «Почта России» не имеет ни ННН, ни КПП. Это говорит о том, что это почтовое отделение незаконно существует на нашей территории. Также возникает вопрос. Я сейчас нахожусь якобы в почтовом отделении города Волгограда, 123, которого нет выписки, но это почтовое отделение осуществляет почтовую свою деятельность. Она принимает почту, она отсылает почту, выдает газеты, также выдает пособия по дожитию... Граждан нашей страны. Также обращаю ваше внимание, это не только эта почта, это все почты Волгограда и Волгоградской области. Пожалуйста, люди, проверяйте, если эта почта существует легально, то на стенде общего пользования, который находится в начале почты, должен быть приказ о создании обособленного подразделения и положения, на основании какого этого положения эта почта работает. Также должен быть приказ о назначении руководителя этой почты. В данном случае руководитель этой почты является Камнева Ирина Сергеевна, но приказ о ее назначении на стенде в свободном доступе отсутствует. Я в январе месяце ездила на улицу Мира 9, созванивалась с юридическим отделом, созванивалась с кадрами, и мне сказали, там Камнева Ирина Сергеевна. Но на стенде в свободном доступе отсутствует приказ о ее назначении. Следовательно, я предполагаю, что второй месяц мне не выдает 6%, но до жития, эта Камнева Ирина Сергеевна действует или по своему усмотрению, или по руководству органов управления Российской Федерации, которые идут на уничтожение людей, проживающих на этой территории. Уже длительное время Камнева Ирина Сергеевна с другим работником никак не могут найти не то ответ на мою жалобу, которую я писала месяц назад, не то сумму выплат, которая мне полагается на дожитие. Я так предполагаю, что идет фальсификация документов. Как вы уже поняли, на законы не ссылается. Говорит, так хотим. Хочу и все. Выкладывай на канал. Да, сейчас прям придем и выложу. Как говорится, некоторые темы обхожу. Что они там зависли-то? Еще. Народ, кстати, задумайтесь, почему вот тут вот лежат продукты, да? Вот они лежат. Я вот понимаю, для чего они тут лежат. Это все для нас. Это все должно быть бесплатно, вот по моему мнению. Девушка, скажите, пожалуйста, а вы можете накладную на товар предоставить вот на этот? У вас есть накладная? Ну вот, на товар. Как вы его получили? Сюда вы вот привезли, вам и что? Есть у вас этот документ? Покажите, пожалуйста. Оксана, пускай мне сначала. Сейчас вам о том, о том приказ о создании, положение о создании, приказ о назначении. Они, по идее, должны у них вот это вести с бухгалтерией. У них не только товар, но и журналы, и конфеты, и все прочее. Да у них и не будет. Можем сделать. Это уже у них какая-то техника. Ну да. Я так предполагаю, может, тут должен быть какой-то приход, расход и ставь. Как-то же они отсчитываются все равно. Учет они должны вести. Что, может, выключим пока, или так и будем вести? Ну там же на записи. Ну да. Нашу с собой, кто и есть. Кто все забывает. А я так не пишу. Это надо знать. Нет, я к тому, что... Я потом сфотку. Мы идем, мы идем первым. Я пока по этому не говорю. Сейчас я все пути пройдем. Также по почте и все. Чтобы, боже, было 100% больше. Потому что, блюдей с бушкой не выводить. Они так просто могут искать 20 минут, а мы так ничего и не запишем. В итоге кончится время именно вам. Ну, да, ничего. Я не буду это читать. Да что вы говорите? Кто же его подписал? Правила? Если это нормативный документ, там должен быть печать, подпись. Заверьте, пожалуйста, своей печатью. То есть вы мне отказываете, да? Выдачи пенсии, да. Вот, замечательно. Выдачи пенсии, вы мне отказываете, да? Да. Вы же нам не представляете подпись. Как-то она не представляет. Она представляет вам подпись. Конечно, конечно. А это что она вам ставит? А это что, не подпись? Это не подпись. Это высшая печать моего Я. Любую подпись, ее можно подделать. Я так подразумеваю, моя пенсия более 600 тысяч. Вы мне выдаете, по сравнению с этими 600 тысяч, 4 тысячи. То есть вот эта вот сумма моей пенсии, она куда-то выходит. Вот это. Вот вам написано. В трехкоде. Нет, это не вот. Это не является, не является бухгалтерским документом. Ну, для нас является. Для меня это не бухгалтерский документ. Ну, а для нас это является. То есть вы мне отказываете, да? Да, мы вам отказываем. Так, давайте жалобную книгу еще раз. Пожалуйста. Лешка, накладные покажите, что у вас вообще есть на товар. Сначала покажите приказ о создании обособленного подразделения. И доверенность. Это внутренняя информация. И дайте, пожалуйста, положение. То есть вы отказываете, да? Отказываете. То есть руководитель этой почты, она отказывается дать приказ о создании обособленного подразделения положения, на котором она работает. Доверенность, прощай. Также доверенность у вас есть? От Акимова. От Акимова. Какая доверенность? А как вы тут действуете? 55-я статья Гражданского кодекса. Откройте и почитайте. Акимова, Максим Александрович, у вас нет доверенности, да? Тоже нет доверенности. А как вы тут работаете? То есть мы предполагаем, это почтовое отделение существует незаконно на нашей территории. Идем писать жалобу. Пожалуйста, ваше право. Я сейчас буду писать жалобу, которая будет находиться вот в этой книге. Так как на первую жалобу я не получила письменного ответа за руководителем почты, на мой адрес, а на почтовый, не поступала, я пишу вторую жалобу. Вторая жалоба будет говорить о том же, что 123-е отделение не выдает мне 6% до прожития и осуществляет геноцид в отношении меня. Девушка, так накладные вы будете нам показывать? Или вы своим торгуете на заработке? А у вас есть они? А что-то никто не может предоставить. У вас есть? Ну покажите, покажите, как у вас пенсия, приход, расход, бухгалтерские документы. А мы знаем, что вы в мешках получаете. В мешках привезли, увезли. Вы, конечно, никак не отчитываетесь. А как вам пенсию сюда? Вот вы как ее получаете, интересно? У вас есть бухгалтер? Ну позовите бухгалтера. Нету? Или вы тут все? А, у вас тут нет бухгалтера. А как же вы тут все получаете? Как вы тут ведете приход, расход? Мы вам должны это пояснять? Конечно. Я вас в коррупции подозреваю, что вы тут вот налоги не платите. Вы же не платите их. Покажите, что вы платите налоги вот за это, что вы тут торгуете. Чем вы тут торгуете? Покажите, что вы структурная единица. Где ваш приказ о создании вашего обособленного подразделения? Положение. Главпочтам от вас открестился. Он говорит, мы к ним отношения не имеем. У нас есть письменный ответ. Я там была на улице Мира 9, мне так сказали. То есть нет у вас ничего, правильно я вас поняла? Понятно. Значит, что вы тут сейчас, чем занимаетесь? Нелегально бабло зарабатываете или что?